Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте! На связи Федор Васильев. Наконец-то свершилась тема Woodmort для WordPress обновилась до версии 7.4. Почему свершилась? Потому что я очень долго ждал возможности отключения полей для страницы Checkout, оформления заказа. То есть я хотел, чтобы эта возможность была непосредственно в теме, возможность управлять полями, а именно отключать их, чтобы не использовать сторонние плагины для этого. Вышло очень большое обновление с версии 7.4. Множество исправлений и ошибок. Улучшение оптимизации сайта. Давайте в этом видео взглянем на самые важные обновления в теме Woodmort. Давайте сначала взглянем на страницу продажника темы Woodmort. Совсем недавно вышло обновление и уже даже вышли еще более свежие, но тут у нас идут просто какие-то исправления. Обратите внимание, обновление 7.4. Посмотрите, какая стена просто. Вот это все-все было сделано. Смотрите, вот аж до суда. Да, здесь много всего. Вы, конечно, можете походить, почитать. Тут есть скриншоты. Кстати, скриншоты не работают без VPN. В некоторых случаях есть видео, вставки показаны, что изменилось. Мы, конечно же, в рамках этого видео рассмотрим самое интересное. Остальное можно просто почитать и ознакомиться. Какие-то мелкие исправления, улучшения производительности. Самое здесь интересное мы будем сейчас смотреть прямо на сайте. Также здесь есть видео. Давайте вот так и сразу открою. Видео показано, как бы вот миниатюр в товаре, в карточке товара. Когда при уменьшении экрана или просто разойдете с какого-то экрана меньшего размера, типа планшет, то вот эти миниатюры, картинки, галерейки товара, они спускаются ниже. Также здесь есть возможность уменьшать, прибавлять. Этого раньше не было. Это тоже достаточно интересно. Придает гибкость. Ну и самое главное, сейчас посмотрим на моем тесном сайте. То есть если мы просто посмотрим на сайт оформления заказа, изначально у нас вот на странице Checkout, так называемый, да, много лишних полей, возможно, которые вы не хотите использовать. Раньше мы это отключали сторонним плагином. Теперь перейдем в магазин. Далее оформить заказ. Надо сначала активировать эту опцию. Вот здесь вот она находится у нас. Включаем, сохраняем. После сохранения настроек заходим в WooCommerce. Сейчас мы видим новую опцию, сразу здесь появляется. Она здесь появляется только после включения вот этого ползунка. Если ее не включить, у вас не будет вот этого момента здесь. Переходим. И просто магия. Все поля, которые есть, они у нас включаются, отключаются. И также можно делить на две колонки. Назначать обязательными, да, необязательными. Есть вторая вкладка. Это на самом деле у нас доставка по другому адресу. Тоже можно редактировать. Давайте посмотрим сейчас. Вот у меня есть поля. Я оставил имя, фамилия. Они у меня просто тут заполнены. Это будет вот так вот выглядеть. И давайте посмотрим некоторые здесь манипуляции. То есть, вот у нас есть тут адрес, к примеру. Смотрим адрес. Он у меня включен. Выключим его. И имя, допустим, если в одну колонку делать. То есть, в две колонки я сделал имя слева. Фамилию справа. То есть, вот она фамилия. Вот она справа. Если я вот здесь делаю вот этот, выбираю вариант. И здесь я выбираю вот этот вариант. Обновляю страницу Checkout. И у меня в одну строку, скажем так. И поле адрес исчезло. Не надо здесь страну указывать. В некоторых плагинах мне писали, что это не работает. Что заказ нельзя оформить. Сейчас наглядно я покажу. Вот имя, фамилия заполнено. Даже давайте сделаем так. Фамилия сделаем необязательным полем для заполнения. Оно звездочкой помечается. Вот сейчас видим, фамилия не обязательно стала. Вот имя заполнено. Телефон и мейл заполнено. Все. Нажимаю подтвердить заказ. И у меня успешно заказ отправляется. То есть, это работает по-настоящему на 100%. Еще минус один плагин. И еще плюс в копилку производительности темы Вудмарт и вашего сайта в целом. Да, здесь, конечно же, не все реализовано. Допустим, нет возможности отключить. Иногда это требуется. Это поле для примечания. И возможность добавлять свои поля. Чтобы это можно было назначить неиспадающий список. Радиокнопки, чекбоксы. Я написал уже разработчику об этом. Он сказал, что он обязательно это внедрит в обновлениях. Потому что, в большей степени, да, они решили эту задачу. Но осталось совсем чуть-чуть. Еще допилить, чтобы прям заменял полностью сторонние плагины. Ну и взглянем с вами на новое обновление в карточке. Карточка товара. Вот она, галерии. По-моему, здесь больше стало вариаций отображения миниатюр. Вот здесь видно даже отступы между картинками. Можно ползунком увеличивать, уменьшать. Это можно делать для компьютерной версии, отдельно для планшетной и для мобильной версии. Дальше, вот это вот уменьшение, то есть перенос миниатюр под основное изображение. При меньшем экране у нас включено тоже полезное нововведение. Здесь вот, допустим, увеличение миниатюр. Просто перетаскиваем ползунка. Также это делается для компьютерной, мобильной, планшетной и мобильной версии. И поднятие изображений, мелких изображений, да, вверх. Чтобы они поднимались чуть выше. Вот такие вот основные нововведения в этом видео у нас с вами все. Надеюсь, вам видео было интересно и полезно. Напишите свое мнение об этом в комментариях. И не забудьте обязательно прочитать на странице разработчика все, что там вошло, все новое. Именно хотя бы то, что добавлено новое. Потому что если вы серьезно используете эту тему на своем сайте или в дальнейшем хотите ее использовать, нужно, конечно, понимать, что вносит, скажем так, в новом году нововведений на борту в данной теме в Вудморт. На мой взгляд, самые замечательные теми, которые я только видел. На этом я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Услуга не из дешевых. Субтитры сделал DimaTorzok